Сегодня в Городзинском университете Золотого века проходила уже традиционная литературная вечерина, которую рихтуют наши слухачи. Эта вечерина базуется над тем, что наши слухачи сами придумывают и взгляд этой вечерины, и сценарий, и сами выступают с якостями артистов. И мне кажется, что сегодняшняя вечерина так аккурат прошла, как и задумывалась, что надо показать свои таланты, продемонстрировать свои здольности, доказать еще раз, что в любом возрасте можно быть чудовным актором, чудовным читачом верши, чудовным спеваком. Я очень рад, что мы такие вечерины делаем, и я вижу, что людям это приносит задовольнение, поэтому безумовно такие вечерины будут протягиваться. Продолжение следует... 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 Доброе, подниму сына на ноги и отправлюсь по дорожке. Один раз год, тощи лица. А по раз два годы, тощи лица. А по раз десять год, выложу лица. А по раз десять год, стало долго мать. Олетошный вечер. Поставал, господи, с каракон, смазал и упрямал на похоже. Весь вольный час, считал книгу подорожью и разглядал землю, маку земли. Так пришло много годов, а ночью Россий, уже севый дед, Пошел в свой погоню, сел в кресло, взял водный, Поглядел на маму, раскрыл книгу и на ручке решился. Перш за все, и он написал записку, а за дверей он шумела великая и веселая семья. Почему же наш дедуля? В первом столе стереги, дедуля, ты дед, и Василина зашла упокойно мужа. Василий, вы чекаете где-то вечером? А я Василий не отказал, и он сидел в кресле, Бочи были заплющены, на столе лежала записка. Бывайте, все ходжу в далекое подоложье. Можно сказать, был сюрприз для того, как показать, на что зольные наши слухачи, такой зарубит, такой тиковосткой, что еще не было в нашем университете. И у меня научалась наученка Лариса Герас. И я натекавилась вот этим театром лялек. Она за что-то хотела зарубить. Ну и мне хотелось это ходить ее, и в тем же часом капаутельничали инши. Все какие-то декорации, все лялечки вырабляли сами. Вот Людмила Хладкова показала себе, как она рубит лялечки. Кто-то вырезал декорации. Ну и были маэстры, как это Людмила Матвеева, акторы, Лидия Беганская, Галина Яцкевич. Хоть мы все разом и зарубили гэдэ театр теням. Зарубился литерально за тыдень. За тыдень до гэта они казали, не, мы не поспеем. Я кажу, поспеем, я бачу гэдэ театр, я бачу, як мы выступаем. И они поверили в мене, и все так отрималась. Деньги добрые уражены. Стараник, ци жанчины, и хлопцы наши молодые в гэте. Первый раз театр теням, теням. И отрималась и недребна. Мы будем учиться. И хорбольки начинаются. И все еще напереди. И хорбольки начинаются. И хорбольки начинаются. Меня за все это издевляет. У всех этих 5 годов, в яхе я, заявляю со слухачкой нашего университета. У всех 5 годов я живу в таком стране издевление постоянно, потому что я бачу, какие это линавитые наши жальчины, какие это линавитые наши слухачи-мужчины. И вот это все показывает всем, кто побочит с нами, что когда наступает этот момент, который называется пенсия, на самой справе только начинается реализация тих самых тайных сподеваний и надей, какие у каждого были. Той, кто не сказал, починая сказать, як оперная дива, хтось не починая молявать, такие цудовные болюнки отремовываются, некто починая фотографовать. И вот сегодня вы, я думаю, бачили, якая у нас есть выстава на нашей литературной гостюне, выстава «Слухачок», якея научились фотографировать. Ой, произошел замечательный праздник для всех нас, для слушателей, это «Золотой век». Причем так неожиданно и так радостно, и столько всего красиво, и всех такое замечательное настроение, и все просто не украшено. Мне очень понравилось. Я просто счастливая, потому что мне хочется, как на такие вечеры на литературной гостюне, где учить родная мова приходила, как много больше людей, как люди не боялись говорить, как люди чули эту мову. И я просто счастливая, что и они пришли, пришли сюда на эту гостюну. Принимал участие в этом деле впервые, наверное, да, мне, конечно, и волновался очень, тем более, что я русскомолны, что называется, изучаю белорусскую мову на занятиях. Что-то получается, что-то нет, немножко трудновато, но стараюсь. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ